Всем привет-привет, спасибо за удачу опять же от Мэг, потому что на самом деле она вам понадобится, это первый официальный нюк, который лично я буду комментировать, Саша вроде тоже, да, и Саша комментировать, да, и Сережа тоже. Ну, в любом случае мы уже, скажем так, помним эту карту, играли в нее очень много в 1.6, и я думаю, что в основном в общей картине матча это ничего не поменяется, хотя мне хочется увидеть что-то новое. Опять же, очень много позиций было добавлено, тоже на Б, та же самая линейка пролонгирована над пристройкой, возле скалы, посмотрим, вообще очень интересный первый нюк на этом турнире вообще, это будет очень круто. Это факт, это факт. Кстати, кроме этого, хотел бы вам напомнить о новой фиче в Твиче, если вы смотрите через фиолетовую штуковину, есть право снизу кнопка клип, и если вам понравился какой-то момент игровой, то можете нажать на нее, и получится 30-секундный клип за одну кнопку. Рубини, компания выдвигается в сторону, скрипа сразу же с паз, отвечает на тэнский конфиг, справляется с кучером, и мы видим, что Сайберфокус вдвоем со своим тиммейтом держит девятку. Да, пока что не может у нас Сайберфокус выйти с этой позиции, на улице до сих пор еще один игрок команды Team Empire находится, но опять же-таки бомба поставлена у нас на дефолте. Ну и единица до сих пор без зуба, абсолютно, MSL все это дело палит за будкой, спикер вместе с пазом через пристройку выдвигается, у нас за синий вентилем у нас находится Рубино, и открывает свой счет, спикер и паз падают, и тут же в секунду развалится команда Team Empire, Electronic и Сайберфокус не смогли совпадать с MSL, и Cajun B, соответственно, атака берет первый раунд. Какой-то печальный тайминг был при выходе с девятки, то есть уже все с пристройки вышли и погибли, а Electronic с Сайберфокусом все еще там находились и все еще не пушили Upland. Ну и Team Dignitas очень уверенный первый раунд, в принципе, конечно же, абсолютное большинство людей здесь прекрасно понимает то, что фаворитами этого матча являются именно датчане, и наверняка наши аналитики об этом говорили, и сейчас мы видим то, что да, первый пистолетный пришел уже в их руки, Team Empire вынужден делать форс бай с 5-7 и вторыми арморами, только Сайберфокус сливает на АВП. Да, здесь будет очень сложно на такой карте на обновленном нюке взять эко-раунд от команды Team Empire, да, есть второй армор и смок от Спаза, который он пока что не использует, Сайберфокус в ангаре, ну и в секретку выдвигаются у нас ребята из команды Team Dignitas, опять же-таки Кучер все это дело чекает, и нужно спускаться на вентиле для того, чтобы принимать противника. Ковтенский, казалось бы, должен забирать противника, но Спаз вместе с Кучером отрабатывает, Кучер еще одного, конфиг падает, Кучер третий минус, от него последовал в этом раунде в стане команды Team Empire, Рубино отвечает на спикере, но опять же-таки Рубен Виларуэль очень много хелспоинтов теряет, всего лишь 21%, нужно выпрыгивать у нас на скалу, и там уже дальше танцевать от улицы и от инфы Кэйджун Би, но бомба-то потеряна. Есть у нас еще хитрый Рене, который вчера очень-очень майнгеймово играл, парень привнес эти тактики еще с командой Астралис, и мы видим то, что он объединился с Рубине, того проблемы с ХП, об этом сказал уже Саша, и постепенно-постепенно они будут пытаться двигаться в сторону Б-сайда. Ну и что касается Электроника, он в контрол-руме вместе со Спазом, Спаз, получает поощам очень-очень быстро, хедшот точнейший. Вот этого парня из Португалии, Электроник, дабл килл, и вот так вот расправлять с своими оппонентами Team Empire на фурсбай, после того, как они проиграли пистолетный раунд. Сомнительное решение пойти на антиэкономическом раунде в секретку, опять-таки в узкий коридор, где вас могут принять ребята из команды Team Empire просто с пистолетами. Этим они и занимались в ходе предыдущего раунда, потому 1-1, да, действительно есть у нас девайсы, Электроник, Сака, Кучер, то же самое, М-ки от Спаза и Сайберфокуса, Спикер и УМП-45, но и Team Dignitas тоже закупились, Тек-9 и П-250, арморы, также раскидка, интересно, куда же все-таки пойдут. И, возможно, как раз-таки будет выход по направлению у нас улицы, Рубина готов выходить на скалу, но разбиваются у нас окна MSL, это будет раскидка на точку А. Именно так оно и есть, международный готов штурмовать эту точку, Спаз находится в вентиляции в углу, и ждет, ждет, когда же к нему придут Спикер, идет на скрип, смотрит, открывается здесь, очень и очень много, дэмэдж он может здесь оформить, но, в конце концов, его забирает этот флотный выход на Б-плэн через смок у вентиляции, Спаз не читает этой ситуации вообще. А подкатывочка домашняя от команды Dignitas, которая под смок выходит через скрип и спускается в красный вентиль, Спаз забирает MSL на улице, и, в принципе, у нас неплохо все смотрится для команды Team Empire в ходе этого раунда. Также Electronic находит Тенский, Cajun B открывается на Спасе, который решил все-таки прочекать у нас скрип, но это решение было для него летальным. Кучер отрабатывает Cajun B, последний конфиг, 6 хелс-поинтов, ну и он уже палится на вентилях. Конфиг держится, конфиг держится последним, мало того, у него еще и контроль над бомбой имеется. То есть, теоретически говоря, если он найдет кого-нибудь, кто находится на одном из плантов именно соло, то он может расправиться с ним при помощи MP, но у него ничего не получается, Electronic очень уверенно играет. На протяжении нескольких раундов уже, точнее двух подряд, он оформляет 4 фрага за эти два раунда. Спикер пока что с бубликом, это довольно печально для него, для его команды. Ну и что касается у тиммейтов, мы видим то, что у Кучера троечка, опять же, пред предыдущим раундом по факту вытащил то, что тащиться не должно было. MSL очень-очень блекло сыграл, там он должен был выходить на размен, но у него не получилось. Но сейчас мы видим то, что с экономикой у команды Team Dignitas все очень-очень печально. И просто выход на точку, а за дефолтом танцует у нас Кучер, одного сбривает, второго тоже MSL пошел за ним, спикер уже подошел и помогает своему тиммейту забривать команду Team Dignitas, которая просто вышла на отдачу без шансов. 3-1, Team Empire выходит на лидирующую позицию в два раунда уже, и сейчас будет пять калашей от Team Dignitas. Какие танцы от Кучера, симпатичные, опять же, с прикрытием от его тиммейтов, но мы видели, что Team Empire играет дабло на девятке, но в этот раз Кучер решил спуститься вниз. Да, вполне возможно, что это решение только против антиэкономических раундов, но... Точнее, против экономических раундов, прошу прощения. И Кучер, Кучер выдвигается, дропается вниз, Рубинья, законтролил рампы. Да, на радио сейчас готовы выйти у нас Рубину, опять же таки, возможно, будет агрессивная игра от команды Team Empire. Укрепляется, кстати, Аплент, три игрока, там находится Электроник за рампы, у нас за лево-лево отвечает. Ну и пока пытается за дефолтными ящиками там кого-то выцепить за смоком, пока без летального дэмэджа в этом пятом по счету раунде. Но нет, Сайберфокус при выходе секретки забирает MSL, Кэджин Би и Конфиг. Их только сейчас отвечает, опять же таки, двоих, очень сильных бойцов у нас потеряли. Но здесь еще имеется Спас, который готов также забирать своих противников. Тенский падает также, Конфиг след за ним, Рубина последний, и здесь он будет пытаться выйти на рампы. Он это сделает, ну а там что дальше? Сайберфокус и Спас сейчас просто обузили то, что у команд не выработался рефлекс чека на карты Денюк. То есть долгое время не играли профессиональные команды эту карту и просто-напросто не смотрят пока все углы абсолютно, да. И в пабе мы можем часто встретить именно эти углы, где парни просто стоят и крысят, но это называется профессиональным кондерстрайком. И это важно делать так. И сейчас Спас сделал даблкил, Сайберфокус тоже самое. Тим Дигнадз захлебнулись в свои атаки, и они вынуждены играть сейчас в буву с пистолетами, что наручает то, что у Team Empire есть реальные шансы на то, чтобы выйти на счет 5-1. Ну как раз таки то, о чем говорили наши аналитики. Да, команды видно, что играли карту Денюк, они ее готовили. И очень уверенная пока что игра от команды Team Empire. 5 пистолетов Team Dignitas, нет раскидок, только первый армор от Конфига. Ну и опять же таки, Сайберфокус открывается на Конфиге, на улице. Вновь OpenFrag у нас зарабатывается тень своего соперника. Перед тем, как MSL спрыгнул нас при стройке, увидел Спас и просто нажал на левую кнопку мыши. И Кэджунби отрабатывает Сайберфокуса, но этого недостаточно. На линейке будет действовать Тенске. Тенске движется по 100 метровочке. И, кстати, он дойдет до девятки. Вполне возможно, потому что с улицы никто его не контролит. И Кучер выходит навстречу. И он не ожидал увидеть Тенске именно там, поэтому получил маслину в голову. Да, здесь большая проблема. Почему опять же таки Кучер, зная, что никто не смотрит на нас улицу, вышел так беспечно? Он думал про игрока на ангаре, я полагаю. Так беспечно, настолько, скажем так, безалаверно. Безалаверно, но сейчас Тенске уже готов даже заходить под девятку. Пока что чекаются абсолютно все позиции. Тим Дигнитас не спешат. Есть еще 55 секунд для того, чтобы решить, куда же все-таки пойти. Опять же таки, решение выйти на А будет летальным, потому что там два игрока защиты. Рубина уже в вентилях. И от него можно очень-очень жестко плясать. Если он угадает, куда выйти, в какой из этих двух вентилей, то все будет просто для него прекрасно. Что касается Тенске, тот решает снова запушить девятку. Пока очень и очень медленно двигаются датчане. Они понимают то, что им это преимущество, которое... О, она просто была сейчас отдана. Не попадает, не попадает Каджум двумя патронами. Из АВП третий все-таки вылетает с пикера. Остается 22 секунды. Команда атаки, чтобы завершить начатое. Но проблема лишь в том, что бомб потерян. И Каджум Би придется двигаться вперед через смок. Да, здесь нет абсолютно никаких опций. Выход на спаза. Он, опять же таки, читает такую агрессию от противника. Десант от Каджум Би в красный вентиль. Но здесь нужно, да, выходить на сейв этого АВП. Ну и будет у нас пауза после этого раунда. Написал об этом Кучер. Но саунд, не пауза. Да, действительно, проблемы со звуком. Может быть... А, да-да, именно такие проблемы. Ну, Team Empire в любом случае даже с проблемами со звуком смогли совладать с антиэкономическим раундом. И это означает то, что можно, можно адекватно работать. И да, никто не верит особо в Империю. Но есть, конечно же, фанаты Кучера, которые сейчас держат пальчики. И я надеюсь, что вы тоже держите пальчики. И котиков своих у мониторов. Прямо приложите к ним, если вы болеете за наш, конечно же, СНГ Counter-Strike. Так, ну, а если вы просто-напросто болеете свои рожечки и хотите, чтобы Team Digneats выиграли, потому что, скорее всего, на них и поставили, потому что датчане являются явным фаворитом этого матча, то можете тоже заняться примерно тем же самым, только не так яро, потому что все-таки мы здесь на русскоязычной трансляции, мы немножечко подтапливаем, немножечко. Ну, я хотел, опять же-таки, обратиться к карте, к пику. Дэнюк – это действительно шанс для команды Team Empire, которая очень хорошо стреляет. И, в принципе, когда нет особо вот наработок тактических, то в дело вступает, конечно же, АИМ. Но у того же Электроника все с этим очень даже хорошо. Ну и Кучер тоже себя показывает очень уверенно в первых раундах. Его опыт, его монолит в уверенности, в тактическом мышлении. Здесь нужен действительно команде Team Empire для того, чтобы выходить после этой встречи победителями. Пока они ведут, но Team Digneats, команда гибкая, они могут сейчас подстроиться под защиту своих противников. Возможно, начнут даже фастовать, потому что медленные раунды пока не работают. Ну, можно сказать только то, что вполне возможно, что имперцы на атаке точно так же будут упарываться в эти углы. То есть в эту проблемную зону новой карты для них, ну, как новые, так назовем. И то, что Дигги тоже вполне возможно будут именно отталкиваться от того, чтобы сидеть за большим-большим количеством углов, которые просто команда не привыкла чекать. Да, есть формация эффективного чека, которая тоже не сильно тебе помогает, потому что ты все равно получаешь за это наказание и спас. И компания уже начали раунд. Мы видим то, что Дигнитесы играют снова пассивно. Пока что никуда не двигаются. Тут есть контроль со всех точек, зато спас пробивает дверь и убивает Амрубиню. Стоило также отметить Киберфокуса, который был в агрессии на будке, решил все-таки выйти на желтый и будет отрабатывать также по направлению улицы. Тенский до сих пор на радио. MSL и Конфикс ловили довольно-таки неплохие тайминги. Проходят сейчас в секретку. Ну и Кэджин Би под свой смок тоже будет выцеливать единицу или девятку. И там найдет пулю от Киберфокуса, которая не промахивается абсолютно. Но и здесь MSL вместе со своим тиммейтом готова выходить на лево-лево. Ну а там Кучер вместе с Пазом пока что угадывает им перцы Браво. В кого я не верю, так это в MSL, честно говоря. И если он будет тут играть на размене, то окей. Но мы видим то, что пока что он штурмует вместе с Конфигом, вдвоем двигается в сторону B-Plant A. Ну да, я верю во всех, не считая MSL. Пока что самый-самый, наверное, грустный игрок из всех у датского коллектива. И мы видим то, что они движутся в сторону RAM сейчас с B-Plant A. Тенске все еще держится с бомбой у выхода на А-Plant. Все еще он может выбрать любой, на самом деле, мув. Он может выйти и в радио, может выйти в скрип, может выйти в будку. MSL убивает Сайберфокуса, но Электроник сразу же на размене все сделано. Здесь было более-менее адекватно с стороны Тим Эмпайра не сохраняет свое преимущество. Но Тенске точно и выстрелил. Ну, спрей в Электроника завершает жизнь его. Ну и Конфиг на планте пока что укрепляется. Здесь выцеливает он тот самый синий вентиль. Опять же-таки один только вентиль остался у нас, если сравнивать с Counter-Strike 1.6. Эмпайр спас, готов также врываться через короткий Конфиг. Переселка с кучером пока что ничем не заканчивается. Конфиг падает. Все-таки один хеллспоинт. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, вот Тенске, он уже спалил свою позицию этим молотовым. Ну и должны все-таки забирать своего последнего противника, имперцы. Они этим занимаются 6-1. Уже пять раундов лидерства. Ток-секретка, когда являлся хорошей позицией в большинстве соревновательного Counter-Strike. Особенно если у тебя один хп. Да, особенно если у тебя один хп. Теперь в нем еще и окно. И это простреливается на все 100%. Все углы практически. Ну и мы видим то, что 6-1 это тот счет, который имперцы служили в защите. Опять же, это сильная сторона до нюйки. Это было так всегда. И вполне возможно так будет продолжаться. Да, пытаются ребалансить. Да, пытаются ограничивать действия и свободу КТ-сайда. Но мы видим, что Dignitas не реализует все те плюхи, которые появились на этой карте в новом варианте. Опять же, мы видим очень-очень много выходов на пристройку наверх. И единственный дроп, по-моему, был от конфига. И то это был экономический раунд. Да, так оно и было. Рубину пока что укрепляется у нас на скале или на белом. По-разному называлась эта точка. Ну и будем смотреть, как будут Team Empire выстраивать свои защитные редуты в этом раунде. Не получилось у спикера уже вновь. Уже подобный раунд делали на Steam Dignitas. Спускаются в красный вентиль. Кэджетбе не выходит на скрип, а Электроник также запирает Тенске. 4 в 3 ситуации. Но опять же таки, Электроник и Кучер очень сильно просили по ХП. Бомба установлена. Наконец-то хотя бы это они сделали. И на бэппленте можно, в принципе, попробовать защититься. Я имею в виду, в смысле, уже с большим адекватным преимуществом. Да, 3 в 4. Ситуация неплохая. Электроник, кроме этого, пробит. Кучер 47 хп. Так что можно попробовать. Особенно если брать то, что у тебя в команде есть Рубини, который отрубает одного. Конфиг отвечает еще и на двоих. Потеряли всего лишь Рубини. И при этом Кучер остался соло против МСЛ и Конфига. Здесь должен работать у нас Эмили Хундов. Не получается. Хотя читал он Конфига, заходящего в спину в Вентиле. Но там уже по ХП и по позиции абсолютно проиграл. 6-2. Тим Дигнитас. Получается вновь потащить тот самый раунд с раскидкой через верхние окна на точку А. Также смог под скрип. Ну и, возможно, оглядываясь на это, Тим Эмпайр будут оставлять одного игрока в Вентиле, чтобы он запирал вот этот самый десант, который идет на точку В. Посмотрим в дальнейших раундах. Да, вполне возможно, так оно и будет. Но у Тим Дигнитас надо, наверное, что-то здесь менять по вопросу своих действий. И пока что это выглядит совершенно без зуба. Ну, можно было бы, можно было бы оформить хороший раунд. Так, прошу прощения, спас. Контролит путку. Здесь выходит на вентиляцию. Ну и вроде нет. Выходы агрессивные. А Тим Эмпайр продолжает играть более-менее спокойно. Мы помним те раунды, где они поджимали Сикрет. Сейчас они оставляют его пока что без особого внимания. Электроник тем временем убивает Рубини. Ну и, в общем-то, Каджум вместе с МСЛ справляются со Спикером. Это выход через, как раз таки, дробочку. Через пристройку, но спину как же жестко влетает с паса. И вообще ничего у Тим Дигнитас не получается ни по стрельбе, ни по тактике. Да, попытались вновь выйти на точку А через пристройку. Но там отличные защитные действия от Имперцио. И конфиг последний должен все-таки убивать Электроника. Хотя, казалось бы, видел он своего противника первым, но игрок команды Эмпайр был намного лучше в этой перестрелке. 7-2. И вновь экономика команды Тим Дигнитас падает просто в пятки. Нужно сливать, нужно хотя бы выходить, нужно устанавливать бомбу. Хотя у них это абсолютно не получается. Ну, мы видим, что Тим Эмпайр на высоте за счет действий Спаза, Кучера, Электроника. У этих парней там по 10-11 фрагов. Очень-очень симпатичная работа от этих парней. Ну, Спикер, да, три фрага. Да, вчера он тоже выглядел довольно вяло, но он выполняет в основе свою черновую работу. И Кучер, какая голова, сладчайшая на Каджомбо. Дальше прострел по этой двери. Это даблкил, триплкиллы, квадрокиллы. Остается только добить Тенске. Третий раунд подобный. Да вы шутите, Дигнитас. Не работает это абсолютно уже. У нас на будке отрабатывал один из игроков защиты. И, конечно же, он никого не выпустил через тот самый скрипт. Тенске последний в этой же позиции остается. 60% здоровья. Сиберфокус тоже должен давать информацию о том, что игрок атаки не менял свое расположение. Мне кажется, к Тенске надо было просто пойти обмазать трупами своей команды. Потому что это веселое действие, которое он мог здесь предпринять. Потому как очень симпатично лежали там трупики, так, треугольничком. Ну и, хотя вы все знаете, что такое треугольнички. Team Empire, в свою очередь, 8-2. И какой там коэффициент был, прости меня? Ой, я даже, если честно, не скажу. Сейчас действительно, я думаю, что на Дигнитас очень много. Во всяком случае, мне кажется, там чуть ли не 80 на 20 будет у нас налажено. Сейчас мы узнаем точно. Ну и пока активные действия от команды Дигнитас будут по направлению улицы. Сайберфокус занимается у нас секреткой. У него имеется в руках АВП за красным. Будут сейчас много игроков Дигнитас. Ну и Сайберфокус готов к этому. Это шашлык! И третий тоже залетает на шампур. У нас MSL Confictus. Боже мой, как же он их останавливает. Спас последнего Рубина добирает. 9-2. Ну, раунд вроде как только начался, а тут же закончился. Сайберфокус, оргазм, хайп, пацаны. Это просто невероятно. Он в очередной раз, он делает это второй раз, если я не ошибаюсь, или третий выходит из Сикрета, и они не могут вообще ничего сделать. То есть, да, против Сикрета, на самом-то деле, там позиция довольно сложная. Если ты уже вышел за красный, то дальше тебе негде прятаться. То есть, ты либо убиваешь противника, либо он тебя убивает. Либо пан, либо пропал. Но они вообще даже не смотрели на Сайберфокус. Они даже не пытаются флешировать эту позицию. Он этим пользуется. Он обузит ее от начала до конца. И сейчас Хаджумп уже падает. Ну, тут, ладно, экономический раунд. Дальше сносится еще и Тенске. Красота. Да, это тир для Киберфокуса или Сайберфокуса. Ну и конфиг на пристройке тоже падает. Холодное и мертвое тело у нас. Кучер зарабатывает еще один фраг в свою статистику. 10 на 2 пауза от МСЛ. Тайм-аут. Абсолютно ничего не получается. Тим Дигнитас. Только один раунд. Да вы шутите. Такого недостаточно, чтобы выигрывать на карте Нью, которая только вошла в официальный мапул. Ну, возможно, в защите у нас будет от Дигнитас то же самое. Ну, вообще, да. Данюк довольно дисбалансная карта с точки зрения сторон. Но 5 раундов надо все равно брать. Так и так. Надо брать 5 раундов. Иначе у вас, если вы теряете пистолетку, не будет двух девайсных. Всего один девайсный довольно сложно. Что касается, кстати, ставок. Я посмотрел там 82%. И ясное дело, что очень-очень много народу сейчас наверняка горит. Очень-очень жестко. Надеюсь, что мы поможем при помощи кодиков с лаунжа, чтобы облегчить страдания наших зрителей. Если вы, конечно же, поставили именно Дигов. Потому что, ну да, бывает. Вот так вот неудачно. 82% казалось бы явные фавориты. Но пока что это выглядит очень-очень страшно. 10-2. Тактическая пауза. Да, может быть, что-то нашифруют. Но кодики все равно не помешали бы. Ну, может быть, если была бы другая карта, то был бы у нас другой сейчас расклад. Пока что это бенефис команды Team Empire. Мы не ожидали сами такого, как и наши аналитики. Хотя была мысль, что Нюк там действительно все может произойти. Пока что происходит то, что защита щимит своих оппонентов. Да, нужно смотреть на дистанции. Посмотрим, как топовые команды будут играть на этой карте. Но опять же таки, если так будет продолжаться, то Нюк тоже уедет очень быстро. Я бы сказал, что на этом чемпионате вообще все возможно. То есть это Best of 1 система. Все матчи Best of 1, ни одного Best of 3. Это матчи с командами, которые очень часто друг с другом не встречались или встречались там 8-20 месяцев назад. Неважно. И они все команды, либо новые с точки зрения состава. Там тот же самый Каджум пришел в Team Dignitas. Есть команды, которые вообще еще не выступали на таком уровне никогда. И новые игроки, новые лица, новые тактики, новая карта в виде Нюка. Полный рандом, тотальный. Сегодня и вчера творились матчи, которые невозможно предсказать именно на 100%, даже на 80%. Поэтому мы продолжаем смотреть на протяжении еще двух дней. Завтра и послезавтра наверняка лоу-кэфы будут заходить. Поэтому не пугайтесь их. Смотрите на них дружественно. Смотрите на них легко и тепло и положительно. Потому что маленькая копеечка, закинутая на 12% или 18% в случае с имперцами, например, она может принести какие-то плоды. Но может быть и не принесет, однако это не такая большая потеря. Но вообще, в принципе, конечно, очень-очень странно наблюдать за такими дигнатисами. Мы наблюдали за ними такими же против Envis, но это Envis. Это одни из лидеров европейского Counter-Strike. Америка, но, извините меня, это империя. О, у нас новая симпатичная камера-спот, камера-вью. Полисмены, скажем так, карта Денюк. Кстати, теперь это Америка. Если раньше это была Германия, то теперь Нюка это Америка. Не знаю, в связи с чем они перенесли эту штуку. То есть, может быть, из-за того, что в Германии прошел пакт о уничтожении, ну, смысле, о закрытии ядерных станций. И экологи, любители зеленых добились данного пакта, и теперь уже это Америка. И идут все много со временем. У всех на шлемах GoPro есть. То есть, все снимается, все у нас, селфи отдаются. Ну и 10-2, возвращаемся мы на матч, дорогие друзья, дорогие леди, джентльмены. Ну и уже спикер после получения осколочной гранаты под ноги у нас теряет 39 хаус-поинтов. Конфиг уже на линейке. Это будут активные действия от этого парня по направлению улицы. Но, опять же, Дигнитас пока решили сыграть более такой дефолтный раунд на выцеливание агрессии от стороны команды Empire. Конфиг все еще держится здесь, контролит. Вот теперь они начали смотреть секрет. Казалось бы, да, сколько раундов должно пройти, а именно 13 раундов плюс тайм-аут для того, чтобы они начали контролить секрет сверху. Электроник, прием к одному. Сразу же размена от Каджумба. И мы видим то, что команда защиты не готова к выходу на этот Б-плэнд. Да, рампы провалились абсолютно в плане защиты. Но еще имеется Спас у нас, который, возможно, выйдет на сюрприз своим оппонентам. Сайберфокус находит голову Тенский. Кейджун-Би уже занимал позицию у нас на Токси. Бомба поставлена. Но здесь будет очень тяжело спикеру выходить, потому что Молотова летит у нас вентиль. И Спас отрабатывает у нас Рубино. Кейджун-Би вместе с Конфигом 2 в 4. И здесь, конечно же, будет очень тяжело. Хотя все на стрельбе будет строиться от Кейджун-Би. Ему ни в коем случае нельзя выпускать Спаса через короткий. Он этого и не делает. Конфиг также работает у нас через вентиль. Палит свою позицию. Ну и спикер падает. Но там уже Сайберфокус. Кучер решает, что Сайберфокус ему не нужен в этом раунде. Но нужен, потому что у него 29 хеллс-поинтов, 56 от Конфига. И Господи, Кучер решил просто диффузить бомбу, зная о местной расположении своего соперника. Это провал. Ну, это, наверное, новая карта, опять же, да? То есть мы много видим тим-киллов. Ну, порой, я имею в виду, там, не знаю, один из десяти матчей будет тим-килл точно. Но Кучер явно здесь просто не разобрался по позиционке. То есть там был какой-то крик в формате он там, Кучер разворачивается. Где? И минус Сайберфокус. Ну, да, 4 в 2. Не разобрались. Парни, Team Dignitas берут раунд, который они вообще не должны были брать. Но это всего лишь три раунда на первой половине. Им нужно тащить два подряд сейчас, чтобы выйти на пять. И тогда уже это будет более-менее приемлемо. Это будет даже круто, если у нас Dignitas будут играть хорошо в защите на этой карте. Я уверен, что так оно и будет. Ну, пять калашей, одно из которых падает. Рубину не смог у нас через Крип действовать хорошо. Кучер отрабатывает за тот самый фейл, забирает противника. Ну и пять-четыре, начало четырнадцатого по счету раунда. Сайберфокус до сих пор на единице работает. Спикер у нас не выпускает. Кэджун Би, MSL тут же на размене. Тенский тут же не выпускает. Кучер, но тут уже Сайберфокус вместе с пазом. Тенский и MSL оставляет Кучера одного, но ненадолго. Сайберфокус оформляет в этом раунде даблкил. 11-3. Легчайший раунд для Империи. Казалось бы, хотелось бы. О, красавица появилась у нас снизу. Народ все чекаем. Быстренько, быстренько. Кто-то первый, тот и взял. Напоминаю, что у нас очень-очень много розыгрышей. У нас всего 60 айтемов, если я не ошибаюсь. Мало того, розыгрышей у нас еще идет по конкурсам репостов в ВК. Соответственно, на нашей социальной сети вы можете найти в чате Твича. И вполне возможно, внизу экрана вы тоже их сможете увидеть. Ну и MSL и компания в данный момент не имеют экономической составляющей вообще. То есть тут некоторое количество раскидок, второе арморы. И это последний раунд, и приходится закупаться all-in с пистолетами, с тэк-найнами, дезертоглами. То есть все довольно грустно. И Сайберфокус занимает ту самую позицию, которая у него была коронной. Но теперь ее чекают, и теперь туда просто не выходят. Да, а выходит как раз-таки на... А, у нас, ребята, из команды Team Dignitas. Кучер на единице уже получает свой хедшот. То же самое делает у нас спикер. Тенский не выпускает спаза с красного вентиля. Но здесь, конечно же, большие проблемы. Электроник, Сайберфокус 2 уже в 4. Кэджун-Би падает. С единицы уже палятся у нас Электроник. Уже имеется по нему исчерпывающая информация. По Сайберфокусу тоже была его забревая Тенский. Ну и последний Электроник. Бомба поставлена. Это все-таки четвертый раунд от команды Team Dignitas. И при условии взятия второй пистолетки у них все шансы для того, чтобы совершить этот камбэк. Вполне. Как же долго придется сейчас Электронику убивать ван-бай-ван этих парней. Позиционка Team Dignitas была 100% выигрышной. 11-4. 11-4, тот счет, к которому мы приходим. Ну, не так плохо, как могло быть, если брать то, что тактическая пауза была где-то со стороны дача на двух раундах. Да, и они смогли взять после этого двоечку. Опять же, определенные выводы были сделаны. Позиция Сайберфокуса законтролена. Тот же самый Спас, который вылезает из вентиляции, тоже был прочитан. И, ну, определенные ошибки со стороны Империи дали два раунда Team Dignitas. Ну и, конечно, раунд, в котором Team Empire находились в большинстве 4 на 2, где Кучер убивает Сайберфокуса. Ну, такие вещи, они демотивируют это раз. Второе, они могут потом оказаться непростительной ошибкой. Потому что, может быть, одного раунда не хватит. Вы знаете, СНГ, КС, как и Доту, и другие дисциплины. У нас всегда вот какие-то мелочи не хватает, вот докарабкаться до победы. И поэтому все еще я волнуюсь за Имперцев. И, соответственно, с этим считаю, что у Team Dignitas имеются хорошие шансы. Поддерживаю тебя на 100% в этих волнениях. Действительно, все будет сводиться сейчас ко второй пистолетке. Ну и стоит отметить, что не может никак у нас включиться в игру MSL еще с прошлого игрового дня. 4 на 12 в ходе первой половины этого Денюка. И с прошлого сезона что случилось у нас? Ну да, мы знаем, что это капитан команды Dignitas. Но, опять же-таки, невнятная игра вот этого парня. Есть, например, Pronox, да? Есть, например, Kerrigan. Это те люди, которые показывают все равно хорошие результаты, независимо от того, на какой позиции они играют. То же самое касается капитана Нипов. MSL, ну, не оправдание совершенно, что он капитанит. К сожалению, просто у парня игра на спад идет. Посмотрите статистику на холтоворке, если вы нам не верите. Потому что статистика не лжет. И, честно говоря, уверенности в его действиях не чувствуется. Да, он играет порой на рефрагах, и он даже их не делает. И кого хочется выделить, так это кучера. Вот у этого парня, да, может быть, у него не так много фрагов. Ну, я имею в виду, он не топовый фраг статтер, но самые важные фраги делает этот парень. Опен фраги. Фраги на полностью закрывании одной позиции, где к нему приходят двое-трое. Он все равно их сбривает от начала до конца. Это очень-очень классно. И то, что он демонстрировал вчера, тоже помогало имперцам брать те раунды, которые они все-таки вытаскивали. Хотя, опять же, сейчас мы смотрим сетку посева лозеров. И это означает то, что имперцы все-таки не справились вчера с своими противниками. Ну и сегодня они реально в очень-очень маленьком количестве раундов. От того, что победить 11 уже взято, осталось всего 5. И вполне возможно, что мы увидим у них счет 1-1. Ну и напоминаю, та команда, которая проигрывает сегодня, она оказывается всего в одном шаге от того, чтобы вылететь с квалификации на ESL Кёльн. Ну а с 1-1 можно дальше работать вполне. Можно даже выходить в тот самый ESL Ван Кёльн, 9-й по счету мейджор турнир. Ну и мы вскоре уже будем включаться на вторую пистолетку. Команда Дигнитос в атаке, вернее, в защите. Имперцы будут у нас атакующими. И начало второго пистолетного. Конфиг будет отвечать у нас вместе своим тиммейтом за ангар. Ну вообще улицу в целом, это Рубино. Но очень интересно, что же у нас придумали имперцы. Танком у Империи будет Сайберфокус. У него и Тек-9, и первый армор. Так что у него есть все возможности. Опять же, у нас два игрока у Team Empire играют без армора, потому что один скидывал Тек-9, другой закупается раскидками. И смог имеется также у электроника. Посмотрим, к чему это все приведет. А пока что Team Empire играет довольно медленно. Будем надеяться, что у них есть какие-то задумки. Но опять же, темнице надо обязательно сейчас точить этот пистолетный. Иначе все совсем-совсем плохо. У них останется только один девайсный. Если, опять же, они не выиграют форсбай. Так что это будет довольно для них несимпатично. Опять же, аиммеры у них есть. С юспиками играть эти парни умеют. Да, это не скримшокс, особенно последнего времени, я бы сказал. Но что Рубини, что Каджумб. Эти парни умеют. Конфиг, опять же, демонстрировал он. Хороший аим. MSL, кстати, решил взять себе ЦЗшку. Интересно, на какой позиции он ее исполняет. Девятая у нас позиция на точке А. MSL отсоединяю, не ошибаюсь. Ну, неизвестно. Тут карта такая, что... Полетел смок на девятку у нас от игроков команды Team Empire. Пошла раскидка по направлению точки А. Точечные смоки. Также флешки должны вылетать. Но спикерами пока не пользуются. Спас палит свою позицию на скрипе. Опять же такая перестрелка с Рубина. Заканчивается пользу команды Dignitas. Но Кучер выход от него. MSL забирает также киберфокус. Рубина отрабатывает. Проблема в том, что Каджумб был в спине. Не, но это не проблема для киберфокуса, который оформляет и его. Но проблема в том, что два игрока защиты заходили в спину. Но и там слишком мало процентов здоровья у Романа. 11-5 и Dignitas тащит вторую пистолетку. Хотя, казалось бы, что хороший готовился выход от имперцев. Но не совладали у нас со скрипом. Рубина, опять же таки, открылся очень круто. И потом надымажил еще второго игрока, который выходил через будку. Провал на двери, с другой стороны, был компенсирован тем, что Сайберфокусов, правда, оправдал свои надежды. Точнее, надежды его команды, которая скинула МТК-9. У него был первый армор, то есть он оформил даблкил, плюс он дамажил одного из противников. Но этого недостаточно для команды Импер, для того, чтобы взять первый раунд. Мало того, они не ставили бомбы. Это означает то, что они не выйдут на адекватные девайсы на третьем раунде. Сейчас они просто сливаются по 250-ми. Мы видим, как их на улице просто расстреливают one by one. Вообще, выходить с пистолетами на улицу довольно своеобразное решение. Обычно все играют через какие-то коуст-дистанции, а улица – это самая длинная дистанция на нюке. Да, часто у нас, допустим, если в 1.6, то брали один смок, две флешки и просто рашили еще одну хаешку, который разбивался у нас скрип. Но сейчас этого у нас не происходит в этой версии Counter-Strike. Скрип не разбивается у нас настолько гранатой, насколько это было раньше. Ну и, соответственно, не получаются те самые раши. Мы не увидели тех заготовок в атаке, во всяком случае, от команды Team Dignitas. Возможно, от имперца будет что-то новое. Ну, они рашили через дверку. Ну, не то чтобы рашили, они раскидывали. То есть это очень медленно было. Там уже был уж слишком фаст-фаст раш. Ну и здесь закупаются имперцы. Три Галила, два АК-47-ых по распу. Сайберфокус совершает контроль у нас мейна. Спикер вместе с Сайберфокусом открывается на конфиге MSL. Рубина тоже падает. Только сейчас Кеджинбе отрабатывает у нас электроника, но этого недостаточно. Бомба устанавливается. Просто на АИМе, без раскидок. Парни вышли, говорят, парни, флешки, смака, зачем? Только потом уже откидывают после того, как контроля АПЛЕН. То есть сейчас у них есть хорошее количество времени, которое они удерживают при помощи одних раскидок и смаков. А сейчас, сейчас уже можно будет работать таймой. Но в любом случае, Дignitas будут сейвить. Очень-очень классный выход. Опять же, не очень понятно, почему дача не смогли здесь совладать с 3-бой. Собрать то, что они, опять же, были в защите. У них были нормальные дефолтные позиции. Но имперцы, имперцы очень-очень быстро повылезали со всех щелей. Выбежали на АПЛЕН, сделали то, что нужно было сделать. Опять же, напоминаю, что реально раскидок не было потрачено практически никаких. Они сделали то, что не делали у нас с тем Дигнитас в рамках первой половины этой встречи. Это был пистолетный раунд. Помнишь, Дигнитасы ровно то же самое делали на пистолетке? Только на ней, только на ней. Разве что на ней. А вот на девайсах этого как раз таки не хватало. Выхода просто на стрельбу. То есть не надо было абсолютно ничего придумывать. И в этом плане имперцы, конечно же, браво. 12-6. Двойной преимущество по раундам. И у Рубиной компании уже нет денег на последние. Абсолютно финансы закупаются. Там у нас есть Тикт Найн от того самого Рубино. Фамос на руках у MSL и Трикольта. Тенский Кэджун Би конфиг. MSL, кстати, нету раскидок больше. И он рашит прям внутрь. Боже мой, какая стрельба от него. Все-таки он попадает по кучеру. Дальше расправляется еще и со спикером Тим Эмпайр. Не получается ничего сделать в этом раунде. Они теряют уже четверых своих тиммейдов. Остался только Сайберфокус. Решили снова так агрессивно сделать раунд, как и в предыдущем. Сайберфокус забирает Кэджун Би. Но тот все-таки успел поставить ему хэдшот. Два хеллспоинта было. Ну, конечно же, при встрече с Тенский было понятно, кто уже победит. 12-7. Но уже экономика имперцев немного падает. 4 750 у Сайберфокуса. 4 200 вот спикера. Ну, а остальных, ребят, нет на солидный бай. Акаунтс покупает Спас. АВП от Киберфокуса будут танцевать от него. Возможно, пойдет на улицу впервые у нас Роман. Замечу, что без армора и без раскидок, соответственно. Ну и имперцы, да, с двумя пистолетами. Довольно сложно будет что-либо исполнять. Улица реальный вариант. У них Desert Eagle, Long Distance, соответственно, АВП. Все это можно реализовывать. Хорошая флешка, но Сайберфокус уже не ослепший. Убивает конфига. Точнее, уже прозревший, можно так это назвать. И они идут на Сикрет или... Нет, все-таки они сейчас раздумывают, стоя на улице. Рубини как раз-таки этот Сикрет будет защищать, перекрывать. Кучер через флешку. Получает довольно много дэмэджа. В конце концов, Куча погибает. Под натиском Каджум. По-моему, Кучер-то не видел своего оппонента. В самом конце дальше на сотни погибает еще и Спас. И Кейджин Би уже оформляет даблкилл в этом раунде. Ну и Киберфокус на красном. Уже готов выцеливать Кейджин Би, который тоже очень сильно просевший. Пол ХП уже палится с гранатой. Тот, ну и Рубина через Сикретку готов сейвить своего тиммейта. Но Электроник со своей стороны может пресечь выход от Рубина Виларуэля. Но опять же-таки у него только Тек-9. Только сейчас обзавелся он АК-47. И тут же отход от игрока защиты в окнах. Кейджин Би под девяткой тоже выцеливает у нас улицу. Но пока по всем фронтам. Контриться. Тактика от имперцев. Нужно немного подхолодить. И возможно потом выйти на Тенске. На рампы. Да, и он именно их контролит. Сейчас смотрит. Ждет, когда же к нему придет Team Empire. 36 секунд остается у СНГ коллектива. Для того, чтобы закончить этот раунд. Хотя бы поставить бомбу как минимум. И Тенске все еще ждет. Но... О, отличнейшая голова. Дальше выходит еще. И в спикеры в конце концов. Тенске был от Кисулен. Здесь два ствола. Электроник и спикер. Рашет на Б-плэнд. Против них три игрока. Опять же, они не имеют никакой информации по месту расположения противника. МСЛ спалил свою точку на вентиляциях. Зато рубиньо. Козырной туз. Team Dignitas. Датчане чувствуют себя просто прекрасно. Просто такая халявочка у нас залетает по игроку, который ставил плент в этом смоке. Но везет сильнейшим. Как мы уже говорили, это на кэше. На кэше Тайлу против Immortals. В этом раунде были сильнее Team Dignitas, которые все-таки смогли. Но не смогли имперцы. Потому вы должны засливать. Нет абсолютно денег, пистолеты, нет раскидок, нет никаких арморов. Но здесь нужно надеяться на установку бомбы. Да, нужно зарабатывать просто денежки на следующие раунды. Опять же, мы видим, насколько дисбалансна карта пока что. Но это весь вопрос времени. Мы помним, когда на Inferno, например, 3-4 раунда уже считалось довольно неплохо. Опять вообще шикарно можно играть. И впоследствии просто команды эволюционировали до того уровня атаки, когда мы видим, что порою топовые коллективы берут намного больше именно на атаке, нежели на защите. Я думаю, что на нюке может то же самое случиться. То есть эволюция карты – это такая тема. В профессиональном Counter-Strike вообще все очень-очень быстро меняется. Тенски тем временем откидывает молотого, пытается запушить эти рампы. Пока хороший задел. У нас основа уже есть для камбэка команды Dignitas. Тенски уже показал свой скилл обороны на рампе. Довольно-таки неплохо в предыдущем раунде. Но и сейчас тоже должен фармить своих противников. Замечает одного, второго. И отходит на розетку. Тут же откидка флешки от него. Очень сейвовые действия. Уже CajunB отрабатывают у нас спикера. Тенски на токсике. Но и здесь без шансов. Electronic Coucher, Cyber Focus, конечно же, будут пытаться выйти у нас на этот. Б. Плентенски отрабатывает. Электроника Рубина уже на десанте. Через вентили не дает выйти Cyber Focus и Coucher. 12.9. Ну, это пока все идет под диктовку защиты. Ровно, как и было у нас на предыдущей стороне. Судя по таймингам экономического раунда, сейчас общались как раз-таки имперцы. И это по факту тактическая пауза. Просто без прожимания ее. И без ее использования. И я не смеяюсь, что они все-таки должны что-то нашифровать. Попробовать что-то свеженькое. Опять же, они еще ни разу не использовали Secret. Полностью. Они делали выходы на Аплент. Но Б пока выглядит довольно... Ну да, вот он снова раш на Аплент. У них получалось это делать. Но в этот раз они теряют слишком много людей на этих разменах. В ситуации 2 в 3. И Cyber Focus пробит до 40 к 2 хп. И он остается один. Смотрит девятку. Опять же, ему в спину без проблем могут выйти. И отстрелить. И Тенский вместе с Каджумом находится сейчас именно на девятке. На Хевене. Конфиг контролит улицу. Опять же, это А. Спас, который бежит через будку. Получает под себя 2 молотовых. И просто не успевает даже выйти. Под этими огнями сгорает. Никого не увидел в этом раунде. Это провал. Киберфокус здесь максимум, что сможет сделать. Это поставить бомбу под свой смок. Все-таки это байт. Тенский, Кейджун Би даже не спешат. Понимают они, что это все-таки развод. Он довольно-таки дешевенький. Есть еще минута. Никто из Тим Диккентенс не будет пушить своего оппонента. Ну и Роман здесь, конечно же, должен показывать что-то из ряда вон выходящего. Если он хочет тащить этот раунд. Опять же, у нас еще один игрок защиты имеется на улице. Это Конфиг, который замечает противника пытающего себя пройти в вентиле. Ну и, соответственно, Конфиг был в более лучшей позиции. Вот она, та самая пауза, о которой я говорил. Она реально нужна им, перцам. И после очередного проигранного девайса они уберут. Сейчас, правда, нашифровать на экономически, скорее всего, нечего. А вот со следующим девайсом уже можно будет попробовать подумать. Ну, вообще, будь у нас нюк популярной картой на протяжении вчерашнего дня, можно было предположить, что можно реально нашифровать. Я вот не считаю, например, Сикреты, даже не знаю. Они не делали, наверное, еще большого дропа через, соответственно, сотню. То есть не пробирались через скалу. Ну и, наверное, все. Все остальное было использование, рампы были, был массовый выход на Аплент. Единственное, что у них хорошо получалось пока что на атаке, это вот этот вот бесфлешечный, безраскидочный выход чисто на имя и отстрел своих оппонентов на девятках. И все. Больше ничего удачного имперцев не было. Да, пока через улицу они абсолютно не действуют. И по примеру команды Dignitas у них только вот один какой-то вот раунд, который они постоянно пытаются задействовать. Это быстрый выход через будку плюс скрип. Так же, как и Dignitas у нас под смог выходили на вентиле, но это не работает уже. Если один раз это сработало. Да, Киберфокус тогда вышел с будки, спрыгнул у нас под скрип и убил двоих игроков команды Dignitas, которые выходили у нас через пристройку. Но здесь это уже не работает. Так, там хорошая раскидка. Там работа от двоих игроков защиты через девятку, которые, опять же-таки, тоже не лезут, только выходят под флешку, под молотовы. Ну и сейчас вышли у нас Dignitas на такую экономику. Они сейчас могут себе абсолютно все гранаты позволять. И не стоит так фастовать. Какой-то мерит матч, напоминает мне Renegade Splice просто-напросто. Кто сделает больше ошибок, тот, в общем-то, и выиграет. И здесь ошибок больше всего совершает та команда, которая играет на слабой стороне на атаке. То есть мы видим то, что проблематика в том, что еще не наиграно все эти точки, не все чекается, не все раскидывается. Все эти дефолтные вещи, они обычно работают у людей, когда сыграно там сотни, двести, триста часов. И дальше уже карта намного-намного легче дается. Хотя, опять же, казалось бы, Днюк играли раньше. Просто-напросто очень-очень долгое время. Никто не использовал эту карту. Просто по той самой причине, что она была заменена. И сейчас мы видим, что Каджумб саллапом будет исполнять. И кричащий бай. И вновь быстрый выход от Team Empire на точку А. Здесь уже более успешно. Никто не пошел через будку, никто не сгорел. Это уже хорошо. Кучер и Сайберфокус отрабатывают. МСЛ-конфига Рубина. Киберфокуса убивает. Три в три бомба поставлена. И это уже вырисовывается хотя бы что-то в пользу команды Team Empire. Да, именно так оно и есть. Причем у них не было практически раскидок. Только два смока. Один сейчас положен на мейн, другой на девятку. Замечу я то, что в этот раз Дигнет составил только одного игрока на опорного на А планете. На девятке вообще буквально никого не было. Хотя это одна из главных позиций КТ-сайда. Тот же самый Каджумб поставил своего ВП вообще на улицу. Хотя на улицу опять же Team Empire не ходили. И это ВП не должно было здесь сработать. Кучер убивает одного. Сразу же на размене работает Каджумб. Электроник сидит в углу. Никто его не видел. Никто его не прочекал. Он убивает одного. И сразу же спикер приходит в спину. Каджумба просто садится ему на голову. И заканчивает его жизнь. 13-10. Ты знаешь, взяли натиском просто. Нет, мы будем повторять тот самый раунд. И все-таки когда-то это должно сработать. Только немного изменили его. Спас теперь не побежал по Молотову. Он просто вышел со своей команды через скрип плюс будку и окно. И это действительно сработало. 13-10. Уже выходит на довольно-таки неплохую экономику Team Empire. И Дигнитас. Экономические проблемы у нас. Мак 7 от MSL. АВП от Кейджумб, который опять же таки не работает абсолютно. Возможно вновь выход у нас быстрый. Дубина пытается заперить, но не получается MSL с Мак 7 забирает спикера третьего. Также открывается у нас на спазе и электроники. Ну и пока капитан команды у нас наконец-то вступает в этот матч. И показывает свой скилл. Кучер! Какой спрей, куда и как. Да, где АИМ? Кучер. MSL показал наконец-таки себя. Квадрокилл первый в этом чемпионате. Молодец парень. Солодал здесь со своими эмоциями. Перекрыл самые важные пути Team Empire. Такое ощущение, знаешь, что когда была тактическая пауза, имперцы такие, может пойдем куда-нибудь и что? Нет, спасибо. Мы пойдем туда же. Потому что что, потому что они не ожидают. И Диги реально не ожидали. Они подумали, ну ладно, у них не получается это. Мы законтрили всю полностью главную стратегию Team Empire. Они не ожидали, что кто-то тут опять полезет на этап планет таким же образом. Но это про канал один раз. И они снова это делают. О, мой бог. Электроники откидывают Рубини. Cyber Focus минус MSL. Размен 2 в 2. Но при этом у Кучера и у Спаза нету девайсов и нету раскидок больше вообще. У команды атаки Тенский справляется с Спазом. Таким образом, Кучер должен будет выносить три лица. Это будет делать очень сложно с Tech9. Опять же, информация по местонахождению бомбы должна быть. Потому что Тенский там спускался через вентиль. Вернее, рампы. Извините, конфиг. И хелпа должна прийти. Конфиг забирает Hyper Focus. А Кучер тут же выдал прямо на прицел к своему противнику. Читался. Там действительно Кучер. Ну и 13-12. Имперцы сейчас в шаге находятся от того, чтобы мы увидели временную ничью в этой встрече. Здесь очень тяжело будут тащить. Нужно хоть как-то проявлять гибкость. Не получится выходить на точку А, пытаться хоть кого-то там забрить. А потом действовать по ситуации. Здесь, вернее, в предыдущем раунде они попытались так сделать. Да, вышли на А. Там размен не получился. Поэтому перенаправили вектор атаки на рампу лево-лево. Но там уже Тенский отстреливал своего противника. Уходил. Ну и отличная позиционка вот этого парня. Ну и здесь, наконец-то, не фаст. Ну, а я сейчас вам напоминаю о том, что Дигги, например, на первой половине на атаке взяли всего два раунда. Потом взяли тактическую паузу. Взяли еще два раунда. Лов, что? Это было красиво, как минимум. И они взяли два раунда посттактической паузы и дотактической паузы. Имперцы сейчас взяли один раунд до тактической паузы и сейчас один раунд после. И нужно брать два, чтобы выйти на допы, как минимум. Но пока что это все не выходит. Опять же, сейчас экономический раунд от Team Empire. И нужно сейчас, именно сейчас уже начинать думать. Потому что это последний, по факту, девайсный раунд. Если они его проигрывают, то дальше Team Dignitas выйдут на счет, который будет для них означать как минимум ничью. Сто процентов. Никого у нас не убивает в этом раунде Team Empire. Мы с вами переносимся зрительно и мысленно, дорогие зрители. В 27-й по счету на карте D-Nuke. Первая арена по счету в рамках этого чемпионата. Именно между этими командами наконец-то у нас появился D-Nuke. Ну и 27-й раунд, как я уже сказал. 13-13. Временная ничья. И все или ничего для команды Team Empire. Появляется АВП от CyberFocus. 4 АК ему будет ассистит. И наконец-то у нас активные действия намечаются по направлению улицы. Во всяком случае от АВП. Ну АВП уже выходило, я сейчас скажу. Я помню момент, когда CyberFocus ловил флешку и в конце концов смог совладать со своим оппонентом после этого. Но имперцы, может быть, в этот раз в конце концов до конца уже пойдут на эту улицу. И пройдут, может быть, на секрет, который D-Nuke не особенно-то охраняют. Хотя вот в этот раз, например, там один человек сидит. Это интересно, что дики продолжают контролировать эту точку. Несмотря на то, что имперцы вообще они полностью забыли. Да, и CyberFocus уже имеет хорошую позицию у нас на скале. KJB наконец-то дождался своих противников. Он каждый раунд ходил к этому ангару с АВП. И наконец-то Кучер пришел на эту фотосессию. CyberFocus здесь вынужден принимать дуэль. Но, опять же-таки, KJB очень сейвовая позиция. Будет он действовать исключительно от инфы Рубина, который на секретке. Конфиг на линейке тоже готов выходить. Опять же-таки, численное преимущество от Team Dignitas. Они готовы выходить на 14-й раунд. Да, Electronic и компания думают о том, что же все-таки им делать. Времени-то мало остается. 42 секунды. Конфиг отправляет Spazm. В следующий раунд то же самое происходит еще и с CyberFocus. Electronic сможет ли он хоть что-то продемонстрировать здесь? И все-таки отправляет Энски в Каппенгаген туда же. Должен был улетать еще и Каджум, который просел до 48 хп. Но один в поле не воин. Четыре игрока из Дании. Готовы все еще и воевать. Против них всего один Electronic. И, конечно, он неплох, но этого недостаточно. Но они здесь не в том случае, когда нет контроля бомбы. И 13 секунд на счетчике. Electronic решил все-таки идти у нас к этой бомбе. Но там он находит еще и MSL, которые не промахиваются со своей позиции. Выходят у нас ребята из Team Dignitas вперед. Ну что, мы с тобой ждем сейчас? Йолосвега в Аплантата Империи или не ждем? Возможно, мы ждем. Но я хотел отметить, что Team Dignitas выходит у нас во второй раз вперед в рамках этого нюка. Напоминаю, что они взяли у нас первую пистолетку, но потом получили ответ резонный от Team Empire. Но и сейчас теки. Возможно, паровозик все-таки на точку А. Смотрим. Чага, чага, чух, чага, чага, чага. Да, это раш на Аплант от CyberFox и компании TechNine. Его руках не работает. Спас уже падает. MSL Рубини, Каджум. Тотальное насилие на Апланте над командой Импайр. И это 15-й раунд для Team Dignitas. И у имперцев снова не будет экономики. Предыдущий раунд был Force Buyer. Можно немного помолчать. Да? Это секунды молчания в честь Russia на Аплант. Вместо тысячи слов, я бы сказал, вот насчет вот этих выходов от команды Импайр на точку А. Но в любом случае, возможно, последний раунд этого противостояния, дорогие друзья. И пойдут ли на А? Мне уже интересно. Даже не так. Возьмут ли они этот раунд? 5 АК 47-ых. Киберфокус в начале раунда у нас отвечает за улицу. Рубина там был, но все-таки через перестройку заходит у нас на Аплант. И Конфиг уже готов поджимать под Смоук. А там как раз-таки Киберфокус контролит противника. Кучер у нас палится на скале. Ну и Конфиг сейчас может просто встрять. Конфиг очень-очень тихо движется в сторону Сайберфокуса. Тот не читает его за ящичком. Но какая реакция. И халявушка залетает в голову Конфига. И Тим Умпай наносит первый удар за долгое время. Там-там-там-там-там-там-там-там. Рубиня сидит в секреточечке. И откидывает в голову Кучерова печалька. Ты знаешь, я думаю, что вряд ли они выходили именно под эту музыку. Все эти разы на точку А. Я думаю, что там Бенни Хилл у нас играл. Потому что именно так это смотрелось. У нас размен под А. Электроник убирает Тенский. Но тут же получает спас по щам от МСЛ. А 3 в 3 ситуация. Выход у нас на рампы. Но там Кэджун Би с АВП не промахивается по электронику. Вот так же Спикера пропускает Смоук. И 3 на 2 будут танцевать у нас Дигнитас. Они могут закрывать эту карту. Но все будет зависеть от Киберфокуса и Спикера, которые выходят у нас на туннели. Рубина это все дело падает. Поэтому дает соответствующую информацию своей команде. Рубина. Выход от него. Тут же не пережил тот самый выход. Киберфокус МСЛ находит Спикера на рампе. И 16-13 Дигнитас все-таки тащит эту карту. Вот так вот. Два раунда на атаке от Team Empire. Четыре раунда на атаке от Team Dignitas. Вот такой баланс на Денюке мы сегодня увидели. Я надеюсь, что мы еще за этот чемпионат увидим пару-тройку нюков, чтобы понять, что уже все-таки здесь было не так, чтобы больше увидеть профессиональных подготовок к этой карте. Ну и в общем-то у нас совсем-совсем-совсем скоро будет аналитика вместе с Мэг, Ксенией и Уха.